Очень рада, что вы решили послушать, как мы будем говорить о практической философии Аристотеля. Мы пытаемся говорить достаточно простым языком о философии, то есть создать такую атмосферу неакадемическую, атмосферу неакадемического языка, но в то же время попытаться действительно сказать что-то вкусное, что-то мудрое, что-то со смыслом, как философия. Сегодня у нас Аристотель, и сегодня мы попробуем разыграть вам, как понимал Аристотель полис, что такое полис Аристотель. И вот эта идея полиса расслаблена непосредственно с той областью его знаний, которую сегодня принято назвать практической философией Аристотель. Сначала мы вам представили некоторую такую зарисовку, ну как-то мы видим, что-то разыгрывали в каждой сцене, а потом у вас будет возможность задать вопросы, и вы попробуете их. Почему природа человека ограничивается только политикой? Это во-первых. А во-вторых, почему это я? Животное. Ну, в общем, очень странный философ был для меня, этот Аристотель. Но он еще рабов не считал за людей. То есть рабы – это даже не политические животные, это вообще не люди. Это какие-то другие животные, что ли? Кошки, собаки, николя. Но, понимаешь ли, просто-напросто Аристотель, он же был философ совершенно на издалекой культуры, был для нас с вами издалекой культуры, из Древней Греции. И поэтому наше современное мировоззрение, оно как-то вот, может быть, даже иногда и не вписывает в себя позицию Аристотеля о том, кто такой человек, что такой политика. Является ли человеком свободным вообще? Человеком политического животного? Ну, да, действительно, очень странное определение. Ну, давайте попытаемся реконструировать философию Аристотеля. Я смотрю, у нас тут есть даже веревка. Ну, вот давайте представим, что эта веревка – это границы нашего полиса. А пространство вокруг, которое будет внутри веревки – это сам полис, наше политическое пространство, в котором мы все являемся политическими животными. Хорошо. Прошу вас в группу. Отличный полис получился у вас. Замечательно. Я, наверное, уже чувствую себя гражданином этого полиса. Да. Ты чувствуешь себя гражданином этого полиса? Может, тебе что-нибудь не хватает? Наверное. Хочу наверное. Древнегреческий. Я же древнегреческая девушка. В чем имя? Кто сказал, что ты древнегреческая девушка? Это же моя игра и правило. Поэтому, пожалуй, ты не будешь у нас древнегреческой девушкой. Пожалуй, ты будешь у нас чужезерной красавицей. Красавицей. Но ты не обращаешься. Дело в том, что границы свободы – это границы полиса. Поэтому, выражаясь терминологией Аристотеля, ты у нас не лучше, чем раб. Прости. В смысле? Ну, Сережа, намекает, что ты… Нет, мне не нравится такая игра. Такие ваши городские правила. Надо что-то придумать. Ну, придумай. Слушай, Сережа, ну, действительно, как-то не очень, по-моему, эпично выгонять ее. И мы все-таки все решили играть вместе в игру в древнегреческий полис. Поэтому мы тоже хотим быть свободными перед гражданами древнегреческого полиса. Ну, дело-то даже не в том, что Юля чужезерная красавица или нет. Ты, допустим, даже если была из местной знати даже, все равно была бы не наравне с мужчинами, ты уж прости. Потому что Аристотеле было свое отношение к женщинам. Он считал, что полной политической свободы должны быть только мужчины. А вместо женщины, оно на сфере домохозяйства. Вот, поэтому, извини, но политикой могут заниматься только мужчины. Слушай, я тут взяла слова отсюда. Сережа, замечательно. Конечно, действительно, Аристотель разделял политическое публичное пространство и пространство домохозяйством. Но все же мы тут не с позиции современной гендерной философии рассматриваем Аристотель. Ты уж как-нибудь попробуй представь, что мы тоже свободные граждане. Что мы как бы мужчины, что ли себе сложно представлять. Хорошо, я представлю вам, что ты мужчина. Да, представь, я говорю. Мы еще благодетельны. Да, мы благодетельны, потому что мы стремимся на благу. Пожалуйста. Нет, к земному. К земному. О, к земному благу стремимся. Мы будем есть, пить вино и смотреть зрелище. Звучит неплохо. И еще мы можем пойти по головам и продать Сергея Брабста. Что простить? За все то, что ты сделал. Да, и это было бы очень здорово, если бы мы могли продать Сергея Брабста. Но, к сожалению, тогда это уже будет не Аристотель. Потому что, с точки зрения его практической философии, во-первых, земные блага не означают различную еду, зрелище. Земные блага – это те ценности, к которым должен стремиться каждый гражданин полиса. А к чем должен стремиться свободный гражданин полиса? К чему? К тому, чтобы всему полису было хорошо. И поэтому он должен приверживаться благоразумия, рассудительности. И у философа нашего с вами, у Аристотеля, был такой термин «фронсис». Фронсис сейчас переводят в различных учебниках, ну и в текстах Аристотеля на русский язык, как разумность, рассудительность, благоразумие. Вот поэтому мы вот такие благоразумные граждане в нашем с вами полисе. Да, Аристотель был сторонником именно практической мудрости. Какой? Практической мудрости. А что значит практической? Ну смотри, Юль, у Аристотеля было два вида интеллекта. Я понимаю, ты девушка, тебе сложно это понять, но все же. Как ты понимаешь, у Аристотеля было понятие «фронсис», практический разум. Это тот разум, который мы должны дать политики, чтобы решать те проблемы, которые возникают в нашей повседневной жизни. А есть еще один вид разума. Это разум теоретический. Или, говоря греческим языком, София. Это тот разум, в котором… Женщина. Да нет, не женщина, вот не поверишь. Это просто тот разум, которому должна быть философа и математики, чтобы умосозревать законы мироздания и все в этом роде. Но, в общем, философ не для того, чтобы заниматься вовседневными делами, но кто-то же должен. Кто-то был неразумный. Да, ладно. Хватит, Сережа, на оставление давать Юре. Но, вообще-то, согласно Аристотелю, мы вполне можем договориться со всеми нашими зрителями, чтобы ты не был гражданином нашего поля. Почему? Потому что Аристотель считал, что каждый свободный гражданин имеет право высказывать свое мнение, доказывать свое мнение среди других. Мы представим, что наш зрительный зал – это полис наш, что каждый зритель – это член нашего полиса «Свобода гражданин». И вот мы говорим про всякие бедренные вопросы, а вот мы сейчас возьмем и посовещаемся и решим, что ты вообще не прав. Правда? Да, выходи из полиса. Ну, допустим. Полностью выходи. Ну, давайте еще забудем, может, про то, что я пытался вас притеснять. Мне тут не очень уютно, тут стена рядом, места маловато, понимаете. А мне полиса вообще, как говорится, жизни нет, поэтому, может, я все-таки вернусь? Я все-таки очень благоразумный, прям как тот политик, который должен управлять полисом. Может, вам нужен правитель? То есть ты тут намекаешь на то, чтобы стать монархом наше полис? Нет, так в дело не пойдет. Ты доверия потеряла наше и не веришь в нас, потому что мы благодетельные, не веришь. Да, и, может быть, ты знаешь, какие вообще аристоты рассматривают, форму правды или правды? Ну, я знаю, я знаю. Монархия власти одного, потом, плохо для нас, аристократия власти нескольких, и полития власти многих. Ну, если мы хотим быть более аутентичными и придерживаться мысли Аристотеля, а именно о нем сегодня говорим только для него, демократия – это вообще не вариант, потому что там, типа, очень много людей, и вероятность того, что все они будут благоразумными, будут обладать партическим интеллектом, она стремится к нулю. Поэтому монархия для аристоска, подчеркиваю, весьма предпочительная. Ну, вот и стоят там за своим монархами. Ну, может быть, тогда хотя бы согласимся на аристократию, на такую мухамминскую иудику аристократию. Ну, хорошо, если ты будешь истинно придерживаться аристократических грейдств. Я постараюсь. Ну ладно, ну тогда, Сережа, учти, что наш полис не просто полис, ведь Аристотель еще считал, что полис похож на целый театр. Театр, весь мир театр, а неудей в нем актер. Еще Аристотель сказал, да? Ну, сказал то Шекспир, но получается, что уже Аристотель… Аристотель знал. Да, уже знал про это. И все-таки политический деятель, он может быть не только актером в точке зрения Аристотель, и рассматривается только как актер, но еще и выполняет функцию зрителя. Ведь когда совершаются политические дела, существуют другие люди, граждане, которые оценивают эти политические дела и выдвигают свои суждения. Так что вот, Сергей, давай, мы вам даем шанс. Теперь, дорогие зрители, мы сядем в дом и будем смотреть, как Сергей совершает политическое действие. Серега, что? А что жечь-то? Политическое действие. Ну… 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 Срока немыка. Какая? Не получается. Ну, хорошо тогда, я думаю… Я знаю. Садись. Теперь ты будешь жечь политическое тело. Дело. Политическое действие. Я завоевала политический… Нет. Я завоевала соседний полис, и моя политическая власть стала шире. Отлично. Браво. И действительно, Аристотель считал, что политическим делом вполне себе может быть расширение границ полиса. Сейчас я вам показала, как мы можем, так сказать, реконструировать этот момент авторский. Ну, хорошо. Замечательно. А вообще еще важно сказать, что главный пункт, помимо политических деятелей, выполнял еще и историк. Потому что он записывал все политические дела и потом рассказывал об этом. Ну… Ну… Действие, конечно, круто. Ну… Так себе вообще… Прости, конечно. А вообще, может, давайте вспомним про Платона. Мне вообще, например, Платон больше нравится. Вот честно. Причем это Платон? А при том, что Платон был учителем Аристотеля. И, возможно, если бы не было Платона, возможно, бы и Аристотеля не было. Причем сам Платон говорил, что Аристотель и так себе был ученик. Его постоянно был держать в везде. Он постоянно не подчинялся. Постоянно пытался получить каких-то интересных удовольствий. Блин, вот, понимаете, все ему не хватало. Хорошо, Сережа. Да. Сережа хочет напомнить нам всем, что Аристотель учился в Академии Платона. Но, несмотря на то, что, может быть, Платон как-то и критиковал в точку зрения Аристотеля, мы все-таки сами знаем по истории, что философия Аристотеля, она оказывается такой критической посылкой отношения к философии Платона. Но все-таки Платон вполне себе был таким хорошим другом для Аристотеля. И считал, что Аристотель является одним из самых мудрейших и умнейших учеников его. Учеников и Академии. Зато Аристотель не был хорошим другом Платона. Мы все знаем, он говорил, что Платон не друг, но истинно дороже. Так что он еще и другом плохим был. Отлично. Когда Платон умер, Аристотелю пришлось в Академию тоже уехать, потому что главой Академии стал премьянник Платона, который Аристотеля не дают ему из-за занятий. Не, ну вы посмотрите, он даже дома-то нормального не имел. Постоянно был вынужден где-то скитаться. По миру он носил. То в Афинах жил, то в Асосе, то в Метиленах. Ну, когда он путешествовал из Асоса в Метилен, он познакомился с очаровательнейшей девушкой. Я же говорил телесного удовольствия искал. Пифляна. Пифляна. Пифляна была сестра тирана Гермия. Да. Вообще здорово. Очень прекрасно. А не что ж? Сестра тирана. Путипли. Путипожения есть, серьезно. Ну да, но несмотря на это Аристотелю не было семейных вопросов, каких-то желаний решать эти семейные вопросы и заниматься семейным образом. Ну почему? А потому что в тот момент известный царь Филипп пригласил Аристотеля стать наставником, учителем своего сына. А что это за сын? Может, вы знаете, как его звали? Его звали Александр Верн. Это пацан Македонский, когда он был 13 лет, когда он впервые встретился с Аристотелем. Ну, тут тоже ситуация далеко неоднозначная. Вы мне извините. Ну да, с одной стороны, Александр Вернекий говорил, что, мол, мой отец Филипп дал мне жизнь, а Аристотель придал мне смысл. Но с другой стороны, именно Аристотель взял и испортил всю жизнь Александру. Не знаю, знали ли вы или нет, но Александра как бы сподвигло идти как бы в Индию именно учение Аристотеля. Потому что Аристотель ему, маленькому мальчику, маленькому броневому мальчику взял и большую мысль о том, что именно в Индии по реке Ганг лежит граница мира. Ну, вы знаете, они считали, что земля плоская, поэтому можно было идти до края мира. И тут Александр в поте лица, теряет тысячи солдат из сражения в сражение, доходит до реки Ганг. И что он видит? Землю! Он видит еще больше земли. И он как бы думает, блин, Аристотель меня учил совсем другому. И тут он, наверное, впал в депрессию и, возможно, от этого и умер. Кто знает? Возможно, именно Аристотель погубил жизнь великого Александра. Нет. Ну, знаешь, смерть великого Александра тоже помилялась в горе Аристотеля. И на них мы сделали тучи, там, в депрессии. Ну, блин, тучи, тучами, но все, что Александр умер, греческий мир распался, а все, что сделал Аристотель, это пересиделся на мелкий и незначительный остров Эф-Бэй. Но он не смог уже полноценно преподавать. И вообще на этом острове он умер. 62 года. Точно жалко ему. Ну, знаете, возможно, что он не смог преподавать, это к счастью. Больше никому жизнь не испортил хотя бы. А про то, что он умер, и вам его жалко простят? Нет, не жалко. Потому что он не умер. Частица Аристотеля всегда с нами. Она питает в воздухе. Знаете почему? Потому что важно не то, что он умер в биологическом смысле. Важно то, что он после себя оставил. А между тем, Аристотель отец всего, кроме какого-нибудь инженерного дела, канализационного дела. То есть он основал логику, метафизику, физику, этику и даже метеорологию. Ну, представьте, если бы не Аристотель, не было бы у нас сейчас прогноза погоды. Даже. Ну да, еще о театре писал. Ну, да, и это тоже. Да. Ну, хорошо, Сережа. Тогда, может быть, и мама расскажешь что-нибудь еще поподробнее про Аристотеля. Раз ты считаешь, что он живет в наших душах, может быть, что-то про четыре причины, например, расскажешь. Что такое четыре причины? Да. Да. И, может быть, еще. Я, наверное, вас люблю, да, как политическое животное, политических животных. Ну вот, если у вас есть какие-нибудь вопросы, может быть.